Здравствуйте, это Хрупова Лидера Рыбенко и Елена Хрупова. Для профессии аудитор, возможно, настал переломный момент. В июне в ЕС вступают в силу новые правила, требующие, чтобы не реже, чем раз в 20 лет компании меняли аудитора. Хотя большая четверка, PwC, Deloitte, EY и KPMG, аудируют отчетность 98% компаний из индекса FTSE 350 и Fortune 500, а Легополия готовится к росту конкуренции за новых правил ЕС. В вопросе лидеров рынка аудиторско-консалтинговых услуг в России и мире нам помогут разобраться эксперты. В студии Борис Любожец, генеральный директор консалтинговой компании Audit Group, Сергей Петенко, генеральный директор экономико-правовой школы ФБК, а также Дмитрий Гришенков, президент рейтингового агентства RAEX Expert Run. Добрый день, господа. Спасибо, что пришли. Для начала у нас небольшая справка. Большая четверка. Так называются четыре крупнейших международных аудиторских и консалтинговых компаний. PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG. Для большей точности их можно назвать профессиональными сетями. Каждая состоит из нескольких независимых фирм с собственными акционерами и своей структурой управления. Все они договорились об объединении под одним брендом и установили единые стандарты качества. Координирует бизнес всей сети одна компания. В случае Deloitte, PricewaterhouseCoopers и Ernst & Young головная структура находится в Великобритании, а KPMG управляется из Швейцарии. В большинстве случаев каждая из фирм работает в одной стране, организована в соответствии с ее законодательством. В Ernst & Young бизнес разделен по трем регионам. Азиатско-Тихоокеанский, Северная и Южная Америка, Европа плюс Ближний Восток плюс Африка-Индия. Однако и тут региональные центры играют только координирующую роль, то есть не участвуют в операциях и не входят в число собственников местных подразделений. Большая четверка – настоящая олигополия, она полностью доминирует на рынке аудита и консалтинга. Например, 99% компаний из списка Фудси 100 пользуются услугами одного из четырех гигантов. Для Фудси 250 показатель составляет 96%. Лидером по доходам в этом семействе на текущий момент является PricewaterhouseCoopers. Ее выручка по итогам прошлого года составила 35,5 миллиардов долларов. За ней с отрывом всего в 200 миллионов следует Deloitte. Далее Эрнстен Янг – почти 29 миллиардов и KPMG – 24,5 миллиарда. В 2013-2014 первенство в списке принадлежало Deloitte, а выбиться в лидеры ей впервые удалось лишь в 2010-м. Остальные шесть лет с 2007 по 2015 номером один была Pricewaterhouse. Интересно, что большая четверка когда-то была восьмеркой. В 1989 году в результате нескольких слияний восьмерка превратилась в шестерку. Затем в 1998 году число крупнейших игроков сократилось до пяти. И лишь в 2002 году после скандала с корпорацией Enron ее аудитор Артур Андерсон был вынужден прекратить деятельность. Получилось почти как в детской считалке из популярного романа Агаты Кристи. Засудили одного, осталось их четыре. Борис, для понимания, что же такое большая четверка, давайте поймем, какие услуги аудиторско-консалтинговые оказывают компании большой четверки и какие направления основные покрывают. Ну, на рынке принято выделять отдельно аудит и отдельно консалтинг. Хотя можно считать, что сегодня практически все компании называются там либо аудиторско-консалтинговые, либо консалтинговые. И аудит можно считать частным случаем консалтинга, потому что когда мы делаем какую-то проверку, мы исследуем, изучаем информацию, даем какие-то рекомендации, консультируем и так далее. К остальному консалтингу принято относить, помимо аудита, прочие финансовый консалтинг, правовой консалтинг, стремостной консалтинг и консалтинг по работе с персоналом. Точно так же выделяют стратегический консалтинг, налоговый и так далее. Внутри каждого из этих направлений есть свои направления, свои разделы и так далее. В принципе, сегодня все компании, если мы посмотрим на рейтинг российских компаний, которые делает журнал «Эксперт», то первые сотни компаний, я думаю, большей частью или вся сотня оказывает весь перечень этих услуг точно так же, как и большая четвертая. Вы имеете в виду первые сотни аудиторских компаний? Аудиторских консалтинговых компаний, да. К этому мы еще обязательно вернемся. Хотелось бы еще понять, отличается ли чем-то, Дмитрий, методология аудита отчетности, оценки между компаниями большой четверки? Понимаете, если говорить об аудите, любой аудит – это подтверждение информации. Мы можем подтверждать любую финансовую, не финансовую информацию. И в этом плане методологии не отличаются, потому что они решают одну и ту же задачу. Что касается бизнес-процессов внутренних, что касается внутренних стандартов, они могут отличаться, безусловно. Но я не думаю, что это какие-то катастрофические… Но на конечном итоге это не влияет? Нет, на конечный итог это может влиять, потому что, например, один аудитор, вы приходите к нему и говорите, заверь это, и весь его аудит заключается в том, чтобы подписаться внизу. Из большой четверки кто-то этим славится? Про «Большую четверку» я таких историй не знаю, но что касается цеха аудиторского, к сожалению, это не редкость, все об этом знают. Но в таком случае у нас есть еще консалтинговые услуги, о которых мы уже говорили. Вот хотелось бы понять, есть ли какое-то отличие между консалтинговыми услугами, которые оказывают компании «Большой четверки», и они напрямую друг с другом в этом направлении, скажем, конкурируют, или все-таки с какими-то другими компаниями не из аудиторско-консалтинговой стези? Они конкурируют и друг с другом, и с компаниями не аудиторской стези, но вообще это не их сильное место. Вот «Большая четверка» – это их сильное место, аудит, это такой аудиторско-консультационный «Макдональдс», очень ценный тем, что в любой точке планеты вы получаете один и тот же «Биг Мак», очень похожий. Консалтинговые услуги везде, и Россия не исключение, гораздо сильнее местные фирмы, и как везде принято пользоваться услугами местных адвокатов, так в российские юридические услуги сильнее, чем «Большая четверка», управленческое консультирование, то есть там, где нужно вникать в тонкости и действительно реальные проблемы, которые есть, там сильнее российские фирмы. «Большая четверка» сильна своим признаваемым брендом, если вам нужна признаваемая в мире аудиторская печать, это одна ситуация. Если вам нужно конкретно решить проблему, как устроить бизнес-процессы в вашем конкретном предприятии в России, как решить проблемы юридического, правового характера, то это все, конечно, гораздо эффективнее российские фирмы. Ну вот что касается признаваемости, Борис, у российских аудиторов и консалтеров неужели нет признаваемости на международном Олимпе? Есть, но, конечно, не такая, как у «Большой четверки», потому что если мы говорим про пользователей, кто является пользователем этой информации, когда пользователем информации является российская сторона, тогда она выбирает четверку, западные компании. В зависимости от того, кто будет конечным пользователем, скажем. Кто будет конечным пользователем этой информации. Если это международная компания, которая представлена в России, она там в листинге какой-то западной биржи, или у нее западные инвесторы, или предполагаются западные инвесторы, или предполагается IPO и так далее, то здесь... Обязательно наличие международного аудитора из «Большой четверки». Нужно наличие международного аудитора и, конечно, наличие... Если мы смотрим на международный аудит, то, конечно, «Большая четверка», безусловно, является там лидером. Но тут, нужно сказать, 95% как минимум, и даже где-то, говорят, 98% компаний из крупнейших как раз аудируются... Я бы добавил тут еще одну вещь. Есть промежуточная ситуация. Мировой рынок устроен как? «Большая четверка», и еще есть примерно 40 международных аудиторских организаций такого сетевого тока, объединенных единым брендом и так далее. Вот ФБК мы входим в состав седьмой такой организации. И вот эти организации, идущие за «Большой четверкой», некоторый процент международного признания тоже имеют. И если отойти от списка 500, а там взять бы список 5000, то там уже значительно... Сейчас беспокоятся за счет своих позиций. Дмитрий, хотелось бы тогда уточнить, у кого из этой «Большой четверки» все-таки более сильны позиции, ну, скажем, в аудиторском направлении, у кого больше клиентов из числа вот этих топовых компаний в мире, и как обстоят дела в России? Что касается мира, то мы не измеряем этот дел. Что касается России, то по нашему рейтингу впереди Ярнст Янг, потом Прайс Фотерхаус, Куперс, ну, а дальше КПМЖ и Диллойд. Это в количестве компаний крупных или все-таки в стоимостном выражении? Это в деньгах. Это выручка. Это в деньгах. И единственное, что здесь есть некоторые нюансы. Первое, у них не совсем так же, как в российских компаниях, делится выручка по видам аудита и консалтинга. И второе, у них не у всех выделяется выручка по России, иногда это выручка по странам СНГ. То есть, соответственно, здесь есть некоторые искажения, но порядок такой. И здесь, если говорить о цифрах, то лидеры это 10-15 миллиардов рублей, а лидеры российского происхождения это где-то уже 5-4 миллиарда рублей. То есть, ну, порядок такой. Ну, вот как раз к вопросу, кто же все-таки лидеры. Дмитрий, согласно рейтингу, попрошу сейчас дать слайд, в мировом рейтинге аудиторов за 2015 год лидирует PwC, на втором месте Deloitte, бронза принадлежит KPMG, замыкает четверку глобальных лидеров EY. А также в России мы видим, что несколько иные позиции, в частности, лидером по итогам 2015 года является как раз EY, о чем говорил Дмитрий Серебро у нас у PwC. Третье место совпадает, и оно у KPMG. А также на четвертом месте в прошлом году впервые появился Deloitte Tush. Вот здесь очень интересно, с чем же связана, Сергей, вот эта разница? Почему не одинаковое в мире и в России распределение? Все очень просто. Российский рынок в их выручке – это 2-3%. Понимаете, если у вас есть 100%, неважно, 100 миллиардов бизнеса, то что происходит в одном-двух миллиардов, зависит от каких-то вещей на месте. И, в общем, это незначимо в мировом масштабе. Поэтому сложилось, как сложилось. В разных странах складывается по-разному. Где-то административный ресурс, используемый большой четверкой, больше в одной стране, где-то в другой. А может быть, стоимость услуг несколько выше у лидеров? Нет, но если мы говорим о их доле между собой, то стоимость их услуг примерно одинаковая. Хорошо, тогда сколько стоит? Вот давайте на российской действительности и практике, сколько стоят услуги большой четверки? Можно я еще два слова добавлю? Западные компании, которые инвестируют в Россию, как правило, штаб-квартира, которая находится в Европе или в США, она диктует своей российской дочке, кто должен быть аудитором. И с этим тоже связано некоторое распределение рынка. В России между четверкой. С точки зрения стоимости, я думаю, что Дмитрий тут ориентируется гораздо лучше меня, но, насколько я знаю, стоимость внутри большой четверки не сильно отличается или, может быть, совсем не отличается. Не по аудиту, не по консалтингу? Думаю, что нет, думаю, что нет. От российских цен они отличаются, я думаю, в несколько раз. Дмитрий? Точных цен у нас нет. Конечно, по прайс-листу эта вещь закрытая, но мы тоже являемся клиентами и большой четверки, и российских компаний. Вот недавно проводили тендер. Цены отличаются, в самом деле, я с Борисом соглашусь в несколько раз. Но я бы обратил внимание еще на одну особенность. Не только распределение компаний, кто больше, кто меньше. По 2015 году, 2015 год был не самый удачный год для аудиторского рынка, в целом рынок стоял практически на месте. Консалтинговое направление зато помогло. Российские компании где-то ноль с минусом, скажем так. Что касается большой четверки, плюс примерно 40%. Вот что касается тендера, вы затронули эту тему. И как раз хотелось бы уже перейти к российским госкомпаниям, и в частности Газпром, которые мы озвучивали в начале передачи, о том, что все-таки сменил ПВС на ФБК. И вот тендер, лимитная цена на конкурсе Газпрома по отбору аудитора, составляла из открытых источников данные 318 миллионов рублей, предложение ФБК 204 миллиона рублей. Это означает, что вот столько стоят аудиторские услуги, скажем, тех компаний, которые сейчас мы обсуждаем. Каждый, кто выдвинул свою цену, значит, она столько стоит, раз она была выдвинута. Хорошо. В таком случае, насколько успешно идет импортозамещение, и последует ли кто-то, скажем, за Газпромом, будут ли выбирать российские компании вместо зарубежной вот этой большой четверки? Смотрите, когда проводится тендер... Хороший вопрос, спасибо. Я думаю, что он волнует сейчас очень сильно все аудиторские консалтинговые компании, причем, в первую очередь, наверное, даже не самые крупные, потому что самые крупные хорошо знают этот сегмент рынка и понимают, что происходит. Сегодня ситуация такая, что когда проводится тендер, то компания, разместившая этот тендер, она выбирает исполнителей услуг по совокупности некоторых... Вы имеете в виду госкомпании или частные компании также выбирают аудитор? И госкомпания, частная компания, если проводит тендер, соответственно, выбирает точно так же. То есть есть несколько критериев, по которым выбирается исполнитель услуг. И есть вес у каждого критерия. Критерии могут быть разные, цена является одним из критериев. Поэтому тот, кто хочет получить заказ, оперируя критерием цена, может оказаться для своего заказчика более привлекательным. Эксперты говорят о том, что на 30% ниже стоимость услуг по аудиту у российских компаний. Но вот что касается факторов, Дмитрий, насколько весом фактор? Есть ли сейчас доступ к гостайне у большой четверки? Ведь это было резонансное дело, и поэтому многие российские аудиторы, скажем, имеют фору в отношении госкомпаний. У нас таких сведений нет, имеют они доступ или нет. Но мы как раз перед началом передачи этот вопрос обсуждали. В принципе, любая российская компания может подать заявку, получить доступ к гостайне при соблюдении определенных требований. Но по поводу большой четверки таких сведений у меня нет. Я думаю, что, скорее всего, в большинстве случаев они работают с гостайной в паре с российским аудитором. В принципе, эта практика очень распространена. Потому что большая четверка берет на себя дорогие брендованные услуги, а российская компания берет на себя все, что связано с российской спецификой. И гостайна – это тоже, извините, наша специфика. Давайте посмотрим, как, уважаемые телезрители, вы голосовали, и кому бы доверили аудит в случае необходимости. Я напомню, что у нас было организовано голосование на странице телеканала РБК ВКонтакте. Кому бы вы доверили аудит? Большой четверке доверяют более 74,5%, а российской компании – 25 с небольшим процентом. Ну что ж, Сергей, это означает, что у нас есть большой потенциал, или то, что в целом большую четверку не сдвинуть, не подвинуть? Это означает, что у нас есть большой потенциал. Потом, это выборка аудитории специфической, это выборка аудитории РБК. Понятно, что, наверное, можно было бы найти подобную выборку, ну, например, на Эхим Москвы. А если бы мы проводили выборку среди другой выборки, мог бы быть и другой результат. И это тоже говорит о том, что, ну, в общем, потенциал достаточно большой, и по мере развития рынка доля, конечно, аудиторских российских компаний, особенно в консалтинге, будет, безусловно, повышаться. Ну вот если говорить о развитии мирового рынка, в том числе, как может повлиять вступающий в Евросоюзе вот этот закон, вступающий в силу? И, может быть, как последующее импортозамещение может изменить и в России, в том числе, набор лидеров? Смотрите, я бы, во-первых, сказал, что сегодня ведущие российские компании конкуренции не боятся. Качество аудита, качество других оказываемых услуг, там, профессионализм сотрудников, там, знания, опыт, навыки, компетенции и так далее. Они наработаны, они набраны из западного опыта, или все-таки это наша школа? Смотрите, если мы говорим про работу, то это, конечно, опыт, конечно, наш российский. Есть использование там западных методик, безусловно, там, и методик обучения и так далее. Но точно так же и западные компании, приходя в Россию, используют наши методики, используют наш наработанный опыт и так далее. Нельзя забывать, что рынок аудита и рынок консалтинга в России, он не просто молодой, он несопоставимый юн по сравнению с западным рынком. Если западный рынок насчитывает, я думаю, там порядка 100 лет, коллеги, да, то наш рынок аудита и консалтинга насчитывает едва ли 30 лет. Я думаю, что меньше. Ну и тем более мы вспомним, что были времена, когда была не большая четверка, а было гораздо больше аудиторов в числе этой олигополии. И, соответственно, то самое громкое дело, например, Сенрон, повлияло на то, что осталось не 5, а 4. В общем, ситуация такова, что в любой момент лидирующие позиции могут поменяться. Я напомню, что с нами в студии большую четверку аудиторских компаний обсуждали эксперты. Борис Любошец, генеральный директор консалтинговой компании «Аудитгрупп», Сергей Петенко, генеральный директор экономико-правовой школы ФБК, а также Дмитрий Гришенков, президент рейтингового агентства «Райекс.Эксперта». С вами была программа «Хрупова лидера рынка». Елена Хрупова, не переключайтесь, все вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!